Горбачёв — редкий случай правителей, которые не хотели убивать. Собственно говоря, последний человек, который имел большую стратегию, был именно Горбачёв. Они просто решили, а какого чёрта готовиться к следующим выборам? Можно выйти на улицу? Импровизация превратилась в основной вид политики, и здесь вы на Путина не свалите никак. Что, там кто-то хотел зла, кто-то хотел строить тиранию? Ну, мы ж знаем, чем всё тогда кончилось. Ты выживаешь. Власть заявляет, что она гарантирует тебе только одно — ты выживешь. Ждали, что вернётся какой-то сияющий Путин. Наше любимое слово, оно тождественно у инженеров понятие о поломке — прорыв. Это наш сценарий? Да, ближе всего к нашему, да, это было. Всем привет, это Forbes Talk. Я Елена Тафанюк, и со мной, как обычно, мой коллега Антон Жулнов. Антон, привет. Да, привет, Лена, привет, зрители, и привет, наш сегодняшний гость в новом сезоне. Вы открываете его, Глеб Олегович. Глеб Олегович Павловский, политолог. Рады вас очень с Леной видеть. Спасибо. Добрый день. Глеб Олегович, поскольку мы снимаем этот выпуск на следующий день после смерти Горбачёва, то вопрос вот какой к вам. Сегодня Демьян Кудрявцев, знакомый вам, написал очень, на мой взгляд, пронзительно и точно в Фейсбуке, о том, что вот стали его многие критиковать, и просто лента вся в критике, в критике, ну, много и добрых слов. И он говорит, что главный, по-моему, критерий оценки правителя в России, это то, что при жизни этого правителя, вот за эту критику, которая неслась тогда, которая несется сейчас, после смерти, никто не сел в тюрьму, и не сел бы в тюрьму. Вы согласны, что мы снова подошли к той черте, когда это главный критерий оценки деятельности политика? А это вечный критерий в русской власти. В каком-то смысле мало русских властителей, о которых можно сказать, что они были не кровожадны. И это для меня, в общем, может быть, потому что я бывший диссидент, а может, потому что я вырос там, где вырос и когда вырос, это главный критерий. Горбачев редкий случай, буквально можно пересчитать по пальцам одной руки, правителей, которые не хотели убивать, не любили убивать в тех или иных случаях. Иногда у него хорошее настроение, иногда плохое в плохое, они убивали в хорошее, нет. Это как историк Ключевский сказал про, кажется, царя Алексея Михайловича, что царь иногда делал добрые дела, потому что они доставляли ему, и когда они доставляли ему хорошее настроение. Вот это основной тип правителя Горбачев был, в общем, строго говоря, гандист. Он не просто не хотел убивать, не хотел мучить, он надеялся довести государство до состояния, когда оно уже непоправимо изменится. Ну, у него был, собственно, это последний правитель, у которого был проект стратегический, как говорят англичане, Grand Strategy, большая стратегия. С одной стороны, Союз инкорпорируется в Европу, он, как он говорил, большой европейский дом, а с другой стороны, внутри он становится по умолчанию просто такой гуманной, можно сказать, либеральной империи. То есть система не менялась особенно. У него появилось только некоторое свойство безопасности для человека. Ты знал, что тебя не убьют, что ты можешь говорить, конечно, тоже, можешь делать, что хочешь, даже чрезмерно, прямо скажем. И пять лет мы жили в такой вот либеральной империи. Это неплохо. Но мало. Мало, да. И была еще такая небольшая инерция. Часто то, что приписывают Ельцину, на самом деле это хвост от Горбачевского периода. То есть где-то примерно до 93-94 года Ельцин был преемником Горбачева. Нравилось ему это или нет. Но Ельцин тоже не был кровожадным. Он не был кровожадным до 93-го года, между прочим. А потом он мог вызвать танки в город или послать их на Чечню. Горбачев не мог. Но потом все равно что-то сломалось. Вчера, например, всех шокировавшая новость про то, что прокуратура запросила 24 года для Ивана Сафронова. Это даже не... Ну, теперь это не новость. Теперь это не новость. Но это невероятный какой-то срок. Таких не было. Мы к этому пришли степ-бей-степ. И, конечно, мы жили в Горбачевском СССР в уверенности, что в милиции не пытают. А теперь мы живем в уверенности, что в любом полицейском участке любой следователь может тебя пытать. Эта новость была бы, я думаю, даже для Екатерины Второй. Ну, 24 года. Это... Как к этой цифре вообще можно отнестись? Ну, то есть, это какой-то небывалый срок. Как на это можно реагировать сегодня? И как? Ну, реагировать, наверное, каждый будет, как он может. Как с Голуновым получится отстоять, как вам кажется? Да нет, ну зачем? Вспоминаете невозможные вещи. Кому стоять? Кто сейчас стоит? Нет, это уже далеко зашедшее как бы сращивание населения с идеей насилия, которое стало просто даже атмосферой, нормальной атмосферой в стране. И, конечно, началось это именно с восстания массы элит против Горбачева. Горбачев был свергнут, несомненно, элитами и массами, которые с отвращением отнеслись к его пафосу и к тому, что за это надо как-то платить, надо прилагать какие-то усилия к этому. Вот популист Ельцин был выбран не случайно. Поэтому что здесь? Вот мы закончили этот период чуть более 30 лет. Говоря про насилие, вот вы в одном из интервью сказали, что Россия сегодня в мире, сложно с этим спорить, представлена только одним – войсками. и вы сказали, что нет никакого почему-то внятного интеллектуального ответа отсюда, сюда или туда, который бы этот ответ, когда бы этот был ответ услышан, интеллектуальный ответ, воспринят западными элитами, российским обществом всерьез. Как вы считаете, почему никто отсюда не дает четкого интеллектуального ответа, что происходит? То есть мы видим оценки зарубежных писателей, которые ездят на Украину, делают репортажи, формулируют смысл в интервью, но у нас действительно ощущение, вот судя по вашим словам, что интеллектуалы либо как-то разбрелись и не высказываются, либо, может, я не прав. Какое у вас здесь мнение? И могли бы вы этот ответ давать и здесь, и там? Ну, я бы не хотел сейчас никого клеймить, потому что тому, что происходит сегодня, предшествовал долгий путь. Так сказать, люди теряли кто человеческий облик, а кто разум поэтапно, не сразу, не в один присест. Но что произошло? Происходило замещение отношений общественных, отношений к власти или между человеком и властью, или между человеком и человеком через власть. То есть, заметьте, как много говорят о Путине, например, с ума сойдешь. Ведь никогда в России там даже, как не смешно, даже при Сталине столько не говорили о правителях, о главах государствах. Он как предмет вытеснил все остальное. То есть, это даже больше культ личности? Да, да, да. Он вытеснил все остальное. А что ты можешь сказать, собственно говоря, о Путине? Можешь бесконечно как бы пересказывать сплетни. Это неинтересно. И в конце концов, ты глупеешь. Ты глупеешь. И можешь, наверное, вскричать, ой, мамочка, можешь вскричать, да ой, и да здравствует. Было когда-то еще в Советском Союзе существовало правило, что в суде запрещены два вида выкриков да ой, и да здравствует. Да, да. Вот. Но сказать-то ты ничего не можешь. У тебя нет предмета. И, в общем, это страна, новая Россия, которой 30 лет, не будем забывать, хотя это очень не любят вспоминать у нас. Никакой князь Владимир там и так далее. Этому государственности 30 лет. Она возникла случайно при взрыве Советского Союза. Эта страна без стратегии. Не с какой-то там стратегии, которую сочиняют мудрецы, а то, что называют гранд страты, же большая стратегия. То есть, то, что не имеет одного автора, но выражается в понимании массы элит, так или иначе, куда идти, что делать и чего не делать. Собственно говоря, последний человек, который имел большую стратегию, отчасти интересную, отчасти ошибочную, был именно Горбачев. После него этого не было просто. А что значит, вы сказали, что когда вы говорите о Путине, у вас нет предмета. Вы можете пояснить, что это значит? Это мифологизированное существо или что? Ну что, вот я часто говорю, вот представьте себе, что в советское время собралось несколько отъявленных диссидентов и разговаривают о Брежневе. Эта картина невозможная, просто невозможная. Если ты начинаешь рассуждать о Брежневе, на тебя смотрят как на идиота, ты чего, что с тобой, о чем ты вообще говоришь? Не потому, не из-за презрения к нему, а просто предмета нет. Ты что, психоаналитик? Кто-то такой, да, от Брежнева зависело не меньше. Поэтому это ненормально само по себе. Мы просто перестали это понимать. Все время о нем говорить. Зачем? И это вытеснило и даже у интеллектуальных людей способность осмыслять происходящее в России? В первую очередь. В первую очередь. У публичных людей, у публичных интеллектуалов в первую очередь. Это очень странно, но это так. Здесь можно, как говорится, надо посвятить тогда беседу другой теме, что произошло с интеллектуалами за эти 30 лет. Что тоже по самому себе интересно. Это очень интересно. И, в общем, я думаю, в будущем, причем близком, актуально. Потому, что мы не выйдем из этого состояния даже так, как вышли 30 лет назад через какую-то реакцию, через какой-то эксцесс, импровизацию, а Российская Федерация бывает импровизацией. А в этот второй раз это не пролезет. Нам придется выходить через решение маленьких массы, связанных между собой в стратегию проблем. Но сейчас об этом еще рано говорить. Не с кем. Глеб Олегович, а оппозиция тоже, вы считаете, впала в эту путинскую парадигму? Парадигму. Как и публично интересовала. Тоже такое ощущение, что это пустое место. Безусловно. Здесь много даже таких, я бы сказал, известных примеров. Есть вещи, которые были пропущены общественным мнением и интеллектуалами, кстати, тоже, как потеря оппозиции после потери парламента в 2003 году, потеря интереса к парламенту, которая произошла в следующем году в силу ложной, ложного впечатления, ложного вывода. Украина, кстати, является классическим ложным эталоном для России, как и России для Украины, между прочим. Но это отдельная опять-таки тема. Но оранжевая революция, которая, скажем так, мягко, не слишком революция и так далее, была воспринята московской либеральной оппозиции, тогда могущественной, опиравшейся на мощную всероссийскую среду, фракции, медиа, НКО и так далее. И чего они не доглядели? Они просто решили, а какого черта готовиться к следующим выборам? Можно выйти на улицу и создать президента своего. Вот это абсолютно ложная идея, я тогда безумно спорил со всеми, включая Борю, Немцова, потому что в Украине в парламенте по парламенту была оппозиция, они там сидели уже, а они проиграли парламент, надо готовиться к выборам, но им стало неинтересно, и они решили, вот это возникла, это пошлая мантра, когда на улицу выйдет миллион, власть падет. А какого черта он выйдет? Мне кажется, вы сейчас немножко смещаете акценты, то есть тот разгром оппозиции, который последовал, а он последовал за массовыми протестами? Это было потом. Повторяю, в 2003-2004 году либеральная оппозиция представлялась мощнейшую силу, очень мощную силу, которая могла и должна была вернуться в парламент. Это потом, с 2004 года власть уцепилась за этот идиотский уход на улицу, а на улице либералам нечего было делать, они там никто. Но возьмите такой случай более поздний, когда это конец, знаменитое начало митингов на Болотное. Когда Путин брякнул, у него это бывает, насчет белых ленточек, сказал, он был премьером, президентом бывающего медведя. В Андерлаге? Нет. Презерватива? Да. Он тоже позволил себе больше. А сначала он сказал, что это презерватива. У них что, презерватива здесь? А странным, для меня странным образом, он был тогда человеком без темы на выборах. Он возвращался, это уже было известно, это вызывало отрицательную реакцию у горожан, но у него не было темы для выборов. И вдруг все накинулись на несчастного Путина с его презервативами, то есть он, я уверен, что он не планировал, это импровизация, но ему опять случай, ему помог, он получил тему. Путина превратили в тему выборов 2012 года оппозиция. Оппозиция. Через образ презерватива. Не переубедите, да, они просто сделали его центральные проблемы. Ну, вот такая вещь, поэтому это мелкие примеры, они, может быть, не важны. Если этот пример ваш продолжать, то мы сейчас придем к выводу, что в том, что происходит сейчас в Украине, тоже виноват Навальный и его белые ленточки. Нет, ну нет, здесь, ну нет, давайте все-таки не будем терять здравый смысл, смотреть на вещи рационально. Никто, кроме Путина, никто, в том числе и в его ближнем круге, да, ни один человек, кроме Путина, не мог бы начать СВО. Это исключено. Это абсолютно его личная инициатива, его личная импровизация. Ну, в общем, как разгром оппозиции. Азартный ход. Я просто вас бы пытаюсь... Разгром уже к этому времени состоялся. Клеб Олегович, мне просто кажется, что вы сейчас пытаетесь единоличную вину переложить на коллективную оппозицию. Вот, 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 вот. Вот это интересный вопрос. Вина. Это это один русский бак. Много раз в нашей истории сработавший против прогрессивных сил, либералов, демократов и даже еще народников и так далее. Идея вины, идея того, что они имеют дело с преступным государством, преступным самодержцем, преступным диктатором. Поэтому давайте обсуждать его вину. Что вы получаете при этом? Ну, вы можете немножко поднять ненависть у своих сторонников, раскочегарить их, но вы не находите подхода. Это в эту яму рухнула когда-то русская революция с мифическими пулеметами на крышах, которые якобы расставил Николай II и императрицей, которая якобы передавала предательские данные Генштабу Германии и тому подобные вещи. Нет, очень важный вопрос и для меня отнюдь неразрешенный вопрос, каким образом наша система власти, я не знал за ней этого свойства, я видел в нем много способностей, что она может действительно толкнуть на такую импровизацию лидера. То есть, это что означало? Просто, что он сжигает весь потенциал. То есть, трудно представить себя в декабре 21-го года Российская Федерация как система, как система распоряжения ресурсами, как система лоббирования своих интересов, как система, контролировавшая одновременно элиты Европы и в значительной степени элиты Украины, между прочим, где просто весь телефонный справочник, по-моему, был в запасной книжке Путина. И все было сожжено. Что вы сейчас назвали импровизацией? Импровизацией 24 февраля. Это, конечно, совершенно челедник. Почему вы считаете, что это импровизация? Импровизация превратилась в основной вид политики у нас в силу того, что в Российской Федерации отказались еще в ранних 90-х строить государство, заниматься скучной, кропотливой работой nation-building. И здесь вы на Путина не свалите никак. Это еще Борис Николаевич, который не любил ничего, что не является прорывом и не является быстрым результатом. И не является импровизацией. Да, но импровизация здесь получается неизбежна, потому что вы, если вы действительно хотите провести серьезные реформы, которые будут приняты населением, это реформы, которые не приняты населением, вообще никому не нужны, да, это ничто, это мусор, значит, они должны быть приняты населением, значит, вы должны создать коалицию с населением страны, а не говорить ему, что вы проведете непопулярные реформы, какого черта, почему они должны любить непопулярные реформы, вот, а если, чтобы этого не делать, значит, тогда мы слышим, что немножко потерпеть придется, а потом будет хорошо, сразу, вот сперва будет мучительно, а потом хорошо, это, это ведь военная, вообще-то говоря, лексика, вот, ну, помучаемся, отобьемся и отпразднуем победу над чем, над кем, потом, вы не помните, это выражение было замечательное, у нас все 90-е пришли под его рефреном процесс реформ, не говорили конкретно, какая реформа-то, говорили процесс реформ, России нужен процесс реформ, что мешает разделить их на части, сгруппировать, выяснить, какие удались, какие не удались, и кто за это отвечает, это очень удобно, но процесс реформ есть всегда, и всегда, вот это самое оказалось самым главным, и мы возвращаемся к теме импровизации, что такой вот процесс реформ, якобы жизненный, без которого нам не жить, дает мандат на чрезвычайные полномочия власти, власти, конечно, власть уже, власть, получив такой мандат, его не отдает, не хочет отдавать, сперва она слабая, значит, она держит этот мандат, а потом она начинает его реализовать, вот в чем дело, власть, власть системы Российской Федерации, это система неограниченной власти, с самого начала она такова, она просто считается, конечно, с возможностью, с невозможностью что-то делать, но уже, простите, с 93-го, 94-го она может пасывать танки внутри страны, а как долго мы еще будем прикидываться вот это вот там что-то демократической страной, президентом, когда царя уже наконец введут? А вы знаете, нет, зачем? Вы недооцениваете нашу систему, она, зачем она будет заниматься такими утопическими, с ее точки зрения, задачами? Есть, остались обломки электоральной системы, а есть обломки советские, а есть обломки, так сказать, новосознанные, значит, самодержавные. Кстати, хотите, мой любимый пример, импровизации Бориса Николаевича, он абсолютно подтвержден последний раз, по-моему, в книге Шахрая, значит, Шахрай гордо рассказывает, что они разработали для России модель президента как английской королевы, значит, то есть он вынесен, он поднят над всеми властями, но ничего как бы сам не делает, действует властьем, правительство, дума, судебная власть, и вот они, значит, предлагают Борису Николаевичу, он описывает это совещание, где они сидят, и вдруг Борис Николаевич говорит, замечательно, очень хорошо, только вот сюда допишите право президента принимать указы, имеющие силу закона, и вот вам английская королева превращается в короля Карла Стюарта, понимаете, вот это поразительно, и поразительно и то, конечно, что они не сопротивляются этому, они не возражают ему, видимо, думая, ну ладно, там потом поправим на практике, что там кто-то хотел зла, кто-то хотел строить тиранию, нет, и сегодня зачем Кремлю пускаться в такую сложную опасную вещь, как ликвидацию остатков электоральной системы, зачем, это ведь все радикально, это не консервативно. Глеб Олегович, а что, вы сказали про интеллектуалов и про оппозицию, а что случилось с российским обществом которое, несмотря на все эти опросы за или против, ну, мое личное ощущение, что российскому обществу индифферентно, что происходит на Украине, все равно, и ни горя, ни радости не испытывают люди, это тоже какая-то апатия, к которой долго вели, или тоже Путин коллективный всех вытеснил? Ну, факт, Путин нельзя недооценивать, то есть, когда человек, фактически являющийся, прямо скажем, несильным управленцем, скорее, фронтменом системы, очень удобным фронтменом, потому что так бы ты решал вообще, как это произошло, какие сектора бюрократии ответственны за то или иное решение, а так ты не можешь задать вопрос. Он и он, да? Он и он, да, все решил он, мой большой друг Венедиктов, вообще это превратил в принципиальную позицию, все решает Путин. И как это сказывается на обществе, на его апатии? Это, конечно, влияет, потому что не оспаривается, но проблема, я думаю, не в этом, а проблема в другом, так сказать, здесь нужна отсутствующая, между прочим, у нас история российской общественности последних 30 лет, и мы там найдем какие-то рубцы, но происходило вот что, происходило отсутствие значимости твоих мнений, твоих предположений, твоих требований даже, внутри чего я называю эту атмосферу атмосферой массовой сделки. Другой мой хороший знакомый Саша Аузан, он любит говорить об общественном договоре, никого договора здесь нет. Договор предполагает очерченные стороны и какие-то пункты, в пределах которого он работает. А здесь? А сделка это другое, сделка возникает в 90-е годы и окончательно в общем оформляется к концу 90-х годов. Ее предмет выживания. Ее предмет выживания. Ты выживаешь, власть заявляет, что она гарантирует тебе только одно, ты выживешь. Кто не выжил, не предъявит претензии, понимаете? Ты выживешь, ты выживешь на определенном уровне в нулевые годы, этот уровень начал немножко повышаться, на определенном уровне, жизненном уровне, который тебя устраивает. А потом этот уровень может дальше понижаться, и ты опять-таки не можешь это оспорить. Но ты же жив, жив. Какие претензии? А власть получает возможность сделать что угодно. Здесь, кстати, есть свои неприятные может быть для многих во власти, но Путин всегда это очень четко понимал, последствия, например, власть не может мобилизовать. В отличие от советской власти. Потому что это уже не про выживание. в отличие от советской власти, да, она не хозяйка твоей смерти, она не может послать тебя на смерть. Она хозяйка только выживания. Советская власть была под конец не кровожадна, но тем не менее она могла это делать. А это была мобилизационная власть. А это нет. Это нет. Поэтому тут много других частных следствий. А дальше начинается игра вокруг того, во-первых, кто хозяин, кто здесь власть. Сперва властью являются хозяева земель, боссы, так сказать, губернаторы, а потом федеральный центр, когда у него денежки появляются, говорит, а зачем вам мучиться со сбором налогов? Строить каждой какую-то сложную систему сбора, это же мучительная проблема. Собирать будем мы, а вы будете получать соответственно долю. И ну кто откажется? Это предложение, от которого трудно отказаться. Я бы так сказала, от этого предложения нельзя было отказаться. Да, в начале мы опять-таки есть феномены ложной памяти, когда мы нынешнее состояние проецируем назад. Губернаторы запросто перекусывали хребет, не так-то просто было им помыкать. Ведь как дисциплинировать, и здесь тоже можно сказать, здесь играл роль Путин, как он это сделал. Не он, во-первых, а очень просто. их выбирали, их выбирали, и когда избиратель превратился в фаната Владимира Владимировича Путина, а это произошло просто с самого начала первого президентства, губернатор не мог быть избран, если он противник Путина. Понимаете, возникла вот такая замечательная машина. Глеб Олегович, а если говорить про бизнес, вот общество, сделка, выживание, все ясно. у бизнеса тоже была сделка прямая после ареста Ходорковского, тоже выживание в понимании бизнеса, ну, мы не трогаем вас, вы не лезете в политику, но сейчас, по-моему, этому выживанию пришел конец, потому что бизнес крупный полетел после 24 февраля. Сделка расторгнута. Сделка расторгнута. В отношении бизнеса это не так опасно. Он может заговорить, как вы считаете, ему надо только отойти на достаточно большое расстояние, да, и оттуда он может говорить. Я думаю, что этим расстоянием не может быть даже личная яхта, потому что, ну, по простой причине, у яхт тоже есть координаты, поэтому он и не будет говорить, наверное, какая-то часть крупных бизнесменов могут рассчитывать или рассчитывать на то, что они сыграют какую-то роль в выходе в экзит-стратеджи, а в выходе из этой ситуации. Ну, самый яркий здесь пример это Роман Абрамович, который действительно пытался не изобразить что-то, а пытался найти выход. ему это не удалось, но я не думаю, что это привело к расторжению отношений его с Путиным. Да, у них тяжелое положение, они ничего не могут. Понимаете, здесь еще такая есть социологическая проблема, что страна, и это было отчасти свойство характера Путина, отчасти свойства власти, которое уже складывалось ко времени, когда он пришел в Кремль, отсутствие рациональной бюрократии вверху. Не был выстроен верхушка истеблишмента, не была выстроена система делегирования полномочий, а Путин не хотел, он был по другой причине, чем Ельцину, ему это было скучно, ему это было неинтересно и неудобно, он предпочитал вот так управлять через просто вызов в кабинет и разговоры. Подождите, это другая сторона той же медали, элита заключила сделку, не отказалась от участия. Во-первых, слово элита оставьте себе, потому что ведь элита это само название. Я даже знаю, с какого примерно года советские очень разные виды зависимых советских людей стали называть себя элитой с 90-го. Но все равно в любой стране есть элиты, которые осуществляют, в том числе... А мы не любая страна, мы страна уникальная, страна аномальная. Государственное устройство Российской Федерации аномально, глубоко аномально, и поэтому она все еще существует, между прочим, 30 лет, она бы исчезла раньше. Проблема с элитой та, что она смешана, нет никаких границ между людьми, которые уполномочены на одно и на другое, этих границ нет, их полномочия нигде и никогда не определены, они определяются близостью как бы к источнику делегирования, а сам источник делегирования управляет отмашками. Он говорит, ну, ну, попробуй. Что это, ну, попробуй. Поэтому нет почвы для Роскова это, во всяком случае, верхнего уровня элит. А, конечно, в конце концов, выделятся какие-то группы, круги, уровень, но он ниже будет, конечно, ниже Кремля, у которых появятся интересы, какое-то групповое самосознание, но, вы знаете, я бы не делал на это ставку, это была бы очень азартная ставка. Ваш друг Венедиктов, которого вы уже цитировали, сказал в интервью нам, здесь же, что он лично и многие журналисты, оппозиционные политики проморгали ситуацию, когда писали и расследовали коррупцию и очередную яхту чиновника, в то время, как шла полным ходом милитаризация. И я сам помню эти мультики на федеральном послании, которые в манеже показывали и все хихикали, все смеялись, порождали мемы вокруг этих мультиков. Я не знаю, почему вы смеялись. ну, казалось, тогда это коррупция. вы проморгали что-то более важное, чем мультики, вы проморгали военную реформу Сердюкова, которая была успешной, по-своему, конечно, успешной, ну, после, началась она при президенте Медведеве, между прочим, после грузинской войны, вот, она была успешной, он грубо, но, действие, вообще, он грубиян ужасный, вот, он создал определенный черновик, я бы сказал, дееспособных вооруженных сил, а почему она делалась, для чего? Она делалась с целью воевать, она не делалась с целью мультики снимать, другое дело, что преувеличенно, конечно, когда началась эпоха Шойгу, преувеличили результат, преувеличили качество, закупки современных вооружений приняли за их освоение, это частая ошибка. Ну, то есть, надо было оппозиции, в том числе, бороться не с коррупцией, а с милитаризацией? Ну, я скажу, может быть, что-то другое, что значит бороться с милитаризацией, а почему с ней надо бороться, откуда вы это берете? Это тоже некий хвост так сказать горбачевского пацифизма. Мы к концу холодной войны привыкли к тому, что войны нет, Третьей мировой, какого черта мы тратим деньги на вооружение, а Горбачеву вообще это было неприятно. Это известная история, чуть бы Рейган его не раскрутил на полную ликвидацию ядерных вооружений, к сожалению, не раскрутил. На самом деле оппозиция должна была сделать другое, она должна была предложить свои идеи по силовому каркасу, достаточному для Российской Федерации. По форме обороны, вы знаете, ни американскую, ни французскую оппозицию не смущает, когда у нее своя идея военной доктрины. А почему российская оппозиция считалась вправе не иметь? А разве российская оппозиция в лице Алексея Леонидовича Кудрина не предлагала свою позицию на тему Кудрина вообще Кудрин кстати на тему военного бюджета Кудрин возмущала разбалансированность бюджета тратами на военную реформу. Да, я помню, как он возмутился. Триллион на что? Он пытался, он хотя бы пытался, но кто его поддержал? Здесь я скрипучим голосом, потому что я никогда этого не забуду, говорю, что общество не воспользовалось возможностью поддержать Медведева и Кудрина в свое время. Они все не отвечали эстетическим представлениям столичной публики о том, какими должны быть политики. Но это, кстати, не впервые, тоже не впервые в нашей истории ничего говорить, когда Горбачев тоже не отвечал эстетическим представлениям. Но Путин отвечает. Это в 2012 году, 2011-2012 году по неизвестной причине, особенно в зените президента Медведева, когда он начал становиться центром консолидации государственных элит, ждали, что вернется какой-то сияющий Путин, который будет одновременно и силен, и либерален. Он же либерально ушел в 2008 году из Кремля. Почему бы ему не вернуться опять либералом, другом Обамы, например? Поэтому сейчас не будем говорить, это так неинтересно и смешно вспоминать, сколько раз мы рубанули себе по ноге. Важный момент, что проблема не в том, что упустили, а что, собственно, упустили. Можно было оставлять вооруженные силы в том состоянии, в котором они были в 2008 году, они были в чудовищном состоянии. И если бы, скажем, господин Путин бросил вот ту армию на Украину, это было бы что-то невообразимое. Вот то, что мы видим сейчас, было бы цветочками. Но мы видели, что происходило, когда ее бросили в Чечню. Что вы тогда имеете в виду, что проглядели другое? Не само наращивание армии? Проглядели просто государственную альтернативу. Чтобы не воевать? Нет, чтобы не воевать. Чтобы не воевать, надо быть сильным. Надо быть достаточно сильным государством. Здесь два момента. Государством и сильным государством. Но ни того, ни другого не сделали. А либералы принимали за позицию свои должности. А с должности тебя можно просто уволить. И все, и нет у тебя позиции никакой. Вот в чем дело. Слишком долго. Больше продержало сколько? Почти 15-20 лет вот это пребывание во власти. Не у власти, а во власти распределенное, внутри власти. Ну и привыкли к этому, думали, что так будет всегда. Мы много говорим про то, что у нас происходит. А как бы вы определили, вот мы говорили про царизм, про осколки электората. Как вы определите режим? Что сейчас у нас в стране с точки зрения политического режима? Ну я говорю политический режим это опять-таки ложный ориентир. Да, потому что теория режимов, она привязана к определенным концепциям, которых не было и которые возникли, в общем, концепциям конца века. Есть типологии режимов, которые хорошо подтверждаются как типологии. Вот, а потом когда у вас, например, Российская Федерация перестает укладываться в типологию, вы говорите, ну это гибридный режим, немножко того, немножко того, и получится вот наш режим. То есть мы спасаем типологию, но не спасаем понимание, а я, почему я уже довольно давно несколько книг выпустил и так далее, говорю о системе РФ. Да, какие-то режимы в ней есть. В ней есть даже одно время было принято на Западе теми же людьми, которые сейчас говорят о тоталитаризме, они говорили об электоральном авторитаризме. Электоральный авторитаризм. Пойди пойми, что это значит. То есть, с одной стороны выборы есть, с другой стороны выбирают одних и тех же, одного и того же, а с третьей стороны делают, что хотят. И все это вместе называют режим. Я говорю, что это определенный паттерн верховного и низового поведения системы РФ. Она не признает никаких норм, она просто готова играть с любыми нормами. Электоральный говорит, хорошо, будем играть с электоральными. Ее не волнует это, потому что она не связана ими. Она возникла из взрыва, большого взрыва 1991 года. И те, кто выжил, и те осколки, за которые они ухватились и сцепились, срослись в некую форму, платформу, назовите ее как хотите, государственность, пожалуйста. Но при этом это и не тоталитаризм. Тоталитаризм, вы знаете, я всегда любил говорить, у вас просто денег нет на тоталитаризм. Это очень дорогая штука, она имеет много требований, нужна реальная массовая партия, нужна система мобилизации населения. ну, где это все взять и кто это будет оплачивать нам. Поэтому нет, поэтому в каком-то смысле те, кто говорят, партия войны говорят, да хватит уже играть с этими выборами, проклятые, кому они нужны, просто отмените их. Что позорится-то правда? Да, это не вопрос позора, это в системе это звучит как предложение произвести какую-то странную революцию, бессмысленно. Путин в таких случаях всегда говорил, а это зачем? Потому что зачем это делать, если есть этот способ занимать людей бесполезных, а бесполезные люди начнут бог знает чем заниматься. Те, кто сейчас готовят выборы в сентябре, готовы всегда, одновременно готовы провести выборы в Украине, это же полностью бесполезные кадры, которые, если их не занять, черт знает чем займутся, может быть это и будет настоящий раскол элит, потому что они захотят что-то делать, им нужен лифт будет, а так у них есть мнимый лифт, мнимый отчетная процедура, а если вы захотите это принять всерьез, то, как в известном стихотворении лифшица, а если упорствовать станешь ты, не сдашься прежнему не бывать, не слышно выйдут из темноты люди, умеющие убивать. Так что все может существовать и то, и то. вы согласны с параллелью сегодня многие ее приводят с андроповским бременем, а точнее даже не андропов ЦК, андропов КГБ пока еще тогда 79-м годом, что сейчас похоже на 79-й год. По ощущению это и борьба с диссидентством, это и репрессии, пусть не массовые пока в России, но точечные. Вы опираетесь на единственную подробность, что в конце Советского Союза сидела за инакомыслие в качестве диссидентов примерно столько же людей, сколько сидит сегодня за политику. Да, и сегодня даже меньше на самом деле, мы не дошли еще. Мне тоже кажется, что меньше. А? Мне кажется, что меньше. Меньше, меньше, не дошли еще до этого уровня, но подходим, подходим. Глеб Олегович, ну если брать эту аналогию в пример, вот количество сидящих и тогда, и сейчас. Ну, мы же знаем, чем все тогда кончилось. А то, он видел к тому, кончится ли так же, как тогда? Кончится ли это так же? И понимают ли в Кремле конец всей этой истории? Вы недооцените роль, забудем слово импровизация, но случайности в истории и в политике Горбачев мог не быть избран. В общем-то говоря, это результат успешной коалиции после смерти Черненко, кинжальной фактически коалиции, а фактически некоторого заговора. то есть сейчас такого конца, как с Горбачевым, у этого режима никто не прогнозирует? Нет, потому что под конец Советского Союза в нем был колоссальный, как сейчас говорят социологи, социальный капитал. Он был латентным, ему не было достаточного хода, но он был. Все эти люди пошли, что такое неформальная среда, например, в которой я был, из которой, собственно говоря, вышел и там кооператив, факт с коммерсантом и другие. Это была мощная среда способных людей, очень, очень на многое способных, в том числе и на хакерские подвиги, которые потом ушли в политику, в бизнес и так далее. Ничего подобного сейчас нет. Сейчас все как бы ресурсы наоборот в актуалке. они напряжены, они используются. Что такое гаражная экономика? Это использование в обход государства тех ресурсов, которые опасны использовать открыто, а это точно более 10 миллионов человек. Тогда даже комитет государственной безопасности, когда во время перестройки часть его ушла в бизнес, и, кстати, неплохо ушла и не вернулась обратно, потому что нашли себя там, а вовсе не возможность чморить, пытать, кошмарить и так далее. Сейчас другая ситуация, сейчас все ресурсы, власти и страны, населения перенапряжены, мы испытываем некоторый надрыв. мы, может быть, и я хочу верить в это, выстоим под ударом вот этих драконовских санкций, которые будут только усиливаться, а не ослабевать. И это буквально единственная надежда, это сама система РФ, она крепчает в условиях чрезвычайных ситуаций, из которых она выросла, собственно, она не боится их. Но это имеет отрицательную сторону, она не боится их, поэтому может вляпаться в бог знает что, как 24 февраля, но она не боится в том, что она, если ей не помешать, она перестроится внутри себя и найдет какую-то действующую схему, по крайней мере, схему выживания, но это не будет жизнью. Это не будет развития. А чем все это вообще закончится? Чем закончится текущий геополитический кризис, на ваш взгляд? Это не кончится Горбачеву. Это можете быть уверены. Понимаете, здесь нужен несколько другой ход мысли. Не спрашивайте о личности, спрашивайте о невыполненном домашнем задании, которое придется выполнять. Все равно. Что бы вы не сделали, кто бы не возглавил страну, сколько бы ни было их, сразу или не сразу, задай повестку. Большой стратегии для России не было выполнено, это не выполненное домашнее задание. что нас ждет проблема Европы, в отношении которой нет никаких решений. И в течение 30 лет мы ухитрились, торгуясь с Европой, переплетаясь с Европой, вообще не выработать никакой концепции в отношении Европы. Собственно говоря, ее вообще не замечали почти. ее стали замечать где-то, я думаю, через 10 лет после Мастрихских соглашений. Так, слегка. А туристы ездили, но Европы не было для них. Просвещение, проблема просвещения, которая была опять-таки пропущена в конце 80-х, в начале 90-х, при том, что перестройка, она ведь начиналась в значительной степени, там были яркие люди, учителя, передовики, учителя, импровизаторы, творческие люди, тогда были даже программы, самые популярные программы были, там 12-й этаж, например, педагоги, школьники и так далее. Мы пропустили задачу просвещения страны. Она была пропущена, причем, вообще, очень давно, по вине Иосифа Виссарионовича в 20-м веке. Но это сейчас, через несколько лет, как это все будет выглядеть? Става появится учителя. Как это будет выглядеть? Нет. Какая форма? А я хочу сказать, вот Раджив Ганди, который тоже был гандистом, как известно, не только по фамилии, и подписал с Горбачевым декларацию о ненасильственном мире, он говорил, не надо решать проблему, что делать с атомной бомбой. Надо исходить из того, что атомная бомба должна быть выдавлена за пределы политики и военной стратегии. поскольку невозможна ядерная война, то вы должны стартовать отсюда. Поскольку Россия хочет сохраниться, то ей придется ответить себе, не другим, на вопрос, а каким образом, в качестве кого, зачем, с какой миссией, какая у нее будет стратегия. И она не может теперь, как 30 лет назад, рассчитывать на добродушное внимание окружающего мира. Но и она не должна стрематься по этому поводу и оглядываться по странам, кто и что подскажет. Никто ничего хорошего не подскажет. Это будет радикальный переход к этой самой стратегии? Да, но не в один этап. Это опять-таки опасность скорее, которая нас ожидает, русская традиционная, к сожалению, опасность. Мы ведь не любим работать регулярно, мы хотим рывком войти в какое-то новое состояние, поэтому наше любимое слово, оно тождественно у инженеров понятие о поломке, прорыв. Прорыв. Мы любим прорывы. А забудем прорывы, нас ждет ряд переходных состояний, ни одно из которых не будет, так сказать, иметь очевидные повестки, но в сущности повестка каждая будет повесткой дефицитов, того, что нет, того, что не хватает. И лидеры в каждом состоянии должны будут решать это. Но мы выйдем, я уже не говорю про СВО и последствия, в которых мы выйдем из этого, ведь нет ни одного способа хорошо выйти из этой ситуации. Вы можете объявить победой все, что угодно. Иран и Ирак уничтожали население друг друга в 80-е годы почти 10 лет, больше миллиона там, по-моему, погибло. Вот, каждый провел по Параду Победы и не может до сих пор ответить, а зачем они это делали все, что они получили. Это наш сценарий? Да, ближе всего к нашему, да, я думаю. Ближе всего будет к нашему. Вы, если говорить про вас лично, почему решили не уезжать, а оставаться? Ну, или думаете? Я решил это еще в январе 1980 года, когда был арестован, отвезен на Убянку и не сразу, между прочим, но был поставлен перед вопросом, а может быть вы подумаете, чтобы уехать? Вы знаете, так хорошо теперь не разговаривают. Может быть, вы думали, задумывались над тем, чтобы уехать? И по этому поводу я подумал, чем черт не шурит? поскольку конвой уже вызвали, я сказал, да, я задумывался. Я написал бумагу, что обязуюсь покинуть пределы Советского Союза в течение 30 дней. звучит довольно смешно. Но мне диктовали. И меня выпустили. А потом, подумав, я решил, а какого черта? Если меня выпустили, значит, кто-то отвечает за это, за то, что он меня выпустил. Значит, если я никуда не уеду, он должен будет доказывать, что меня теперь надо арестовать, черт его знает, я пришел к ним, сказал, я подпишу новую бумагу, что я не буду участвовать в политической деятельности, никакой, ни советской, ни антисоветской. Правда, я их обманул. Я продолжал выпускать журналы, они, в конце концов, меня посадили. Я тогда много, много колебался, недели две, наверное, уезжать, не уезжать. Потом, какого черта? А сейчас? Ну, а зачем? Поздняк метаться. Почему? А, что это, зачем я буду туда, что я там должен, что я должен там искать, во-первых? Я одессит. У меня мой предок в 19 веке, приехавший в Одессу, эмигрант откуда-то из Германии. Где я, что, и поеду искать? Где умереть? на своей исторической родине в Германии? Мне это неинтересно. Мне интересно потом, знаете, мне интересно досмотреть до конца. Это сериал, я не ожидал, что проживу так много, целых, когда будет конец. А я не знаю. Ну, в общем-то, я могу считать любой конец финалом серии, потому что предоставив досматривать вам. Я думаю, что это будет достаточно скоро. По простой причине трудно существовать в состоянии надрыва. Надорвана система, надорвана, нарушены условия ее существования. она, вы знаете, как пара конь и всадник, один конь не может вопреки всаднику их вынести. А скоро это сколько? Сколько с этим надрывом можно жить? Ну, я думаю, что годик-другой. Многие говорят про два года, что бюджет закончится, денег не будет. Зима 24-го года называют остановку. себя, как говорится, только бес оттешить, такие прогнозы делать. Самое лучшее, что мог сделать Владимир Владимирович отпустить вожжи и предоставить телеги и упряжки, вынести каким-то образом из этой ситуации. Но он не умеет это делать, он не умеет расслабляться, вот в чем дело. Тогда как же мы с этого надрыва соскотчем? Не знаю, мы соскотчем каким-то образом более жестоким. Так что не знаю, нет, я вам назову, я обманул, но зачем? Но не десятилетие. Впереди десятилетие, ведь повторяю, мы войдем может быть только в первый переходный период. на надрыв, когда снимется. Он еще не снимется, не думайте, что это так легко происходит, придется долго убеждать одного за другим, иметь с нами дело вообще, иметь дело, а у каждого будут свои претензии, вопросы, пожелания. Я предупреждал об этом, я записки писал о том, что Россия может стать предметом того, что я называл расизации, то есть рядом с объединяющейся Европой очень опасно быть непонятным государством, надо быть понятным, надо научиться быть понятным. А внутри страны, внутри страны чудовищное состояние населения, значит, внутри страны тоже надо договариваться, найти хотя бы небольшое количество, небольшое меньшинство договора способных. И у меня нет никаких обольщений здесь. Оппозиция не относится к этому часу сейчас либеральная. Но может быть кто-то из нее сможет войти в коалицию нового выживания следующего переходного периода. Не знаю. Спасибо, Глеб Олегович. Очень круто. Спасибо. Редактор субтитров Корректор А.